Дорогие друзья, всем привет! Я уже четвертый день на Филиппинах, на острове Сибу и уже распаковал двух филиппиночек. Видео уже на Бусте загружено, без цензуры, все как вы любите. Ссылочка на Бусте в описании под этим роликом. Также в описании вы найдете ссылочку на мой телеграм-канал. Рекомендую подписаться. А сейчас поехали! Господи, хватит уже эту женскую мудрость везде приплетать. Почему женщина должна что-то там спасать, какую-то семью от кого-то? Действительно, что она должна спасать-то? Ей развестись намного более выгодно. Это оленяки что-то верят, что она что-то будет спасать, и ей не надо, она ничего не хочет спасать. Ей выгодно в кайф развестись, поиметь с вас дурачков бабло и деток ваших использовать, как отмычку, чтобы скрыть доступ к вашему счету и хапать бабло на карман себе. И кайфовать, разворовывая алиментные деньги. Оленяк, ой, спасать мудрость. Она с мудростью тебя разводит на деньги. С мудростью это делает, а ты ведешься. Оленяк, ой, спасать, сохранять. Почему женщина должна семью? Почему мужчина не хочет сохранять семью? Где его мужская мудрость? Почему... Оленяк, ой, оленяк, ой, рот, племя сейчас будет. Ну-ну, ну-ну, вон, Дуров тебе расскажет про рот и про племя. Ему там 14 миллиардов алиментов инкриминируют. Ну, он 27 миллионов долларов, 25 отдал, мало. Надо 14 миллиардов. Женщина должна быть мудрой, воспитывать взрослого мужика. Откуда, почему, почему? Хватит, хватит. Ну, ребят, действительно, хватит быть оленями. С кем вы пытаетесь построить семью? При каких законах вы это пытаетесь сделать? Вы разве не видите, кто они? Они обработаны, прозомбированы на меркантильность. Вы для них только лишь источник денег. Любви к вам нету. Детям даже к своим они любви не испытывают. Ну, раз она любит ребенка, она же никогда не разрушит семью. Для нее это будет табу. Потому что так гигантская психологическая травма для ребенка. Лишите его папы. Она костями ляжет, но семью сохранит. Любое желание мужское исполнит, ну, мужа своего, но семью сохранит. Она этого хочет разве? Нет. Ей плевать. Ей выгодно развестись хочется. Классно сходить замуж и выйти оттуда с большим профитом. Да, чтобы алименты ей капали. Вот что она хочет. Вот какая ее цель. А эти, все, что-то семья, род, племя. Ну-ну. Слава богу, женской мудрости хватает из этого говна уходить. Вот видите, женская мудрость с прибылью выйти из отношений. Вот это женская мудрость, я понимаю. А сохранять, чтобы там кого-то воспитывать, перевоспитывать? Ну, если вам нравится, окей. Но это не моя проблема. Олень Герохим. На все согласен. Ладно, следующее видео. Короче, чтобы прокачать свою женскую нервы, я решила попробовать на Тверской улице попросить мужчин купить мне кофе. Здесь меня не пришли. Молодой человек, вы можете мне купить кофе, пожалуйста? Красавчик просто, жалко, что это подстава. Следующее видео. 6 причин, почему у мужчины нет женщины. Неуверенный, слабый, низкая самооценка, возможно, уже не раз ошибался, не в форме и низкий доход. Отсюда он не уверен в себе и в своих силах. А может быть, просто, я, по-моему, обзорил этот ролик, но еще раз повторюсь, давно это было. А может быть, просто в текущей экономической ситуации. Да и до этого бесполезный груз, который не то, что не помогает, не то, что нейтрален, да, а наоборот тянет тебя на дно. Он просто, ну, как бы не нужен разумному человеку. Вот, а, к сожалению, современные вот наши богини, царицы, императрицы и княжны, они абсолютно разучились быть полезными. Не то, что там любить, это понятное дело, они вообще не способны это испытывать, чувство любви к мужчине. Только себя любят. Да, даже детей не любят своих, только себя любят. Так вот, они не только разучились любить, они еще и полезными элементарно не умеют быть. То есть, в них проку нет, в них нету толку абсолютно в жизни. Мужчина, я имею в виду, сейчас все легко заменить. Вот этот доступ к этому вот причинно-следственному месту стоит намного дешевле, намного дешевле, чем сводить принцессу в ресторан, ее там на халяву нажирать. Нам это нужно. Это элементарно ресторан только, а бывают намного более дорогие вещи, которые они буквально требуют. Ребята, не надо связываться с женщинами, которые в вас не вкладывают деньги. Надо делать срез, следить за ситуацией, чтобы она обязательно вкладывала в вас деньги. Это единственное вообще доказательство ее любви и хорошего отношения к вам. Обязательно это контролируйте. У меня к тебе только один вопрос. Когда ты скинешь мне алименты? Мне нечем кормить детей, чтобы ты понимал. Анечка заболела, ей нечем купить лекарства. В смысле? Меня это не волнует. Скинь мне алименты. Дети не накормлены. Саша остался без новогоднего подарка. У меня вообще нет никаких денег. Скинь мне алименты. Все, я жду, ничего не хочу слышать. Сегодня я жду алименты. Все. Положи, пожалуйста. Избил. Можно я тебе сегодня вечером, он мне после семи где-то перекинет, я тебе отдам, ладно, деньги? Ладно, хорошо. Только бы, клин, до семи успел, потом в семь на ногти идти. Конечно, я уверен, что большинство алиментных средств уходит не на ребенка, а на нужды наших прекрасных представительниц. Сегодня очень хочется поговорить о самовлюбленных подоночках. К сожалению, в наше время молодых людей стало очень мало. Очень. Это какой-то жуткий дефицит, наверное, нормальных людей. Я не знаю, вы вообще там существуете еще, нет? Нет! Не существует! Оленей все меньше и меньше. Ну ладно, надо сказать тут правду. Сейчас мы продолжим просмотр. Обеспеченных оленей все меньше и меньше. Ну, потому что его просто раздевают махом. Дальше посмотрим. Вот я просто смотрю этот сраный тикток, ну, правда. Я вообще, я в шоке. Насколько вы самовлюбленные, такие думаете, что вам все можно, что вам все должны все давать. Такие прям, вот я такой самый... Вы угораете, что ли? Вы вообще с небес на землю спуститесь? Так мы как вы. Мы с вас взяли пример. Вы видели женские тиктоки, мадемуазель? Там сидят сирокалетние девчика и говорят, я ищу спонсора, я богиня. Фильтр там настроил и на максимум вот так вот. И она богиня, ну ладно. Дальше посмотрим. Почему к девушкам такое отношение? Потом говорят, что все девушки там какие-то надменные, алочные, б***ь, б***ь и еще кто-то. Какими им быть, если в наше время, б***ь, только такие мужики? Вы где нормальные мужики? Где нормальное отношение к девушке? Я даже не знаю, что тут сказать. Ну это какой-то запредельный вот край ЧСВшности. Ну серьезно. Ведут себя меркантильно, поголовно просто, да? Чувствуют себя какими богинями. Считают, что там прям вот, я не знаю, центр вселенной просто буквально. Суперквазар, там черная дыра, а гипер там этот коллапсар там вот с волосами, да? Ну вот, ниже пупка немножко у них. И типа все туда должны заносить бабла. Олени Шрёдингер. А? Это что такое? Серьезно? Нет, нет. Все, все. Хорош, все. Победил феминизм. Все сами на сто процентов. Сами за себя везде всегда платите. Сами все свои вопросы решайте. Все. Сами себя обеспечивайте. И сами несите ответственность за свои действия. И это нормально. Так это работает. Равно, правее. Вы хотели, вы получили. Правильно все делают мужчины. Пусть любят себя, ценят себя, уважают себя. Ни в коем случае не связываются с недостойными женщинами, которые элементарно не могут сводить мужчину в ресторан. Порадовать его вкусным стейком. Да? Ну ты человек. Да. Это ваша машина? Да. Скажите, а как заработать на такое? Ну, по-разному. Я вот от меня удачно женился. И такое бывает. Умные, продуманные, грамотные мужчины иногда удачно женятся. Ну, на самом деле, я, конечно, не сторонник похода в ЗАГС. Но иногда, когда там прям конкретное, хорошее, приданное, и есть желание это приданное отдавать, и ты так понимаешь, что по законам Российской Федерации, даже при наличии каких-то там детей, все равно распил будет в твою пользу просто огромным. Ну, в конце концов, почему бы и нет. Да? Ну, чтобы вот... Ну, могут отжать потом, в конце концов, автомобиль-то. Да? Ну, ладно. В общем, я не сторонник. Я не сторонник. Даже за машину, не, не сторонник. Нет. Не надо такого шастия. И вам не рекомендую. Но дело ваше, как говорится. Берегите себя и будьте счастливы.